Ситуация такая. Мне часто приходилось в городе Севастополь, уже в российское время, находил я детей, так случалось, на улице находил маленьких детей, там даже одна была, по-моему, год и пять месяцев и прочее. Что нужно делать в различных ситуациях, вот обсудим какие-то моменты, и чему нужно обучать наших детей. Вот у нас же есть опыт у троих, вот рассказываю свой опыт. При обнаружении какого-то ребенка необходимо, что сделать сразу, взять ребенка за руку, выяснить, что он потерялся там, не знаю, как вы это будете выяснить, ну, это будет понятно, что он находится там вблизи дороги или где-то еще, или просто плачет. Взяли, первое успокоили, тут же набрали по телефону 102 и сделали сообщение в полицию о том, что я такой-то, такой-то, нахожусь там-то, там-то, нашел какого-то ребенка, ребенок одет в такую-то, какую-то одежду и находиться до прибытия или мамы, или полиции находиться на месте. Все просто, облегчается неимоверно все это быстро, в течение, из личного опыта, в течение 15 минут, все происходит, все замечательно, заканчивается, мама радостно прижимает ребенка, уводит домой. Вот. Есть много различных ситуаций, которые сейчас вот наши дети могут попасть, да, в какую-то ситуацию. Например, ситуация такая, вот сейчас учат, принимают закон об эвакуации и прочее, и детям уже говорят там, что вот вас выведут, вот вас посадят в транспорт, вот вас отвезут там куда-то. Сергей Владимирович, с вас начнем. Вот смоделируем эту ситуацию, что вы, чему вы будете обучать своих детей при этой ситуации, что вы будете им говорить, как себя надо будет правильно вести. То есть следовать в машину садиться, подчиняться этим взрослым дядям, там, возможно, они будут с автоматами и оружием, там, и прочее. Либо действовать как-то по-другому. Вот ваш жизненный опыт, что он вам подсказывает? Мы уже обсуждали тему принудительной эвакуации, этих законов, которые принимают непонятно, по чьей указке это все происходит. И говорили о том, что как вы думаете, как будут реагировать родители, если их начнут развлечать с детьми, что там куда-то эвакуировать, вы что, это война сразу, это за своего ребенка, там, наплевать, что там с автоматом, там, даже до убийства может дойти. Такие же вещи делать просто нельзя. Как-то можно разлучить родителей с ребенком, к какому идиоту-то в голову вообще может прийти. А сейчас законы все равно принимают и начинаются какие-то странные учения в школах. Кто там в голову заложил, да, и там в школу начинают эвакуировать. Как нужно детей? Конечно, чему их учить? Да ни в коем случае, ни в какой автобус, ни в какую машину. Что не дай бог моего ребенка куда-то затолкают и куда-то его отвезут. Вы что думаете? Это же нонсенс. Это такие вещи просто нельзя допускать. То есть учение-то проводить можно, но как можно верить уже, если там законы такие принимают, что там выстроят и под автоматами поведут куда-то, хрен знает куда, будут эвакуировать население и могут разлучать с детьми. Что порекомендуете? Что порекомендуете? Нужно, во-первых, с этим бороться очень активно. Нужно бороться. Допускать нельзя. У нас есть другие ситуации, которым нужно обучать детей. Мы живем в сейсмоопасном регионе. Давайте будем обучать детей, как нужно вести себя в случае землетрясения, там еще что-то такого. Детей ни в коем случае нельзя пугать. У нас эти страшилки, когда там первого или второго сентября вспоминают Беслан и начинают пугать детей с первых классов. Начинают говорить, что там с детьми эти террористы делают. Вы что делаете? Вы на психику зачем действовать? Нужно же это понимать, какой возраст у ребенка. Я как-то рассказывал, что в начале века я открывал движение 21-й без наркотиков. И как мы с профессурой изучали, каким образом нужно детям преподносить вот этот вред наркотиков. Где наркотики приводят. И мы снимали же видео, в том числе и в наркопритонах. И как делают, и как колятся. Все снимали. Но это же не знаю, что всем детям можно это показывать. Но взрослым можно показывать. Им нужно объяснить, чтобы они в это не лезли. Они же сначала не понимают. И здесь точно так же. Как можно детей пугать вот этим терроризмом, что вы, Мария Геннадьевна здесь говорила, о заборах, вот об этих рамках, об этих охранниках, которые там сидят. Действительно, что сейчас родители только до забора доходят. Это дискриминация, я считаю. Доворот школы. Нет, да, до забора. До забора. Доворот до забора. Жуткие вещи просто. Это вообще... Я не знаю, куда мы катимся. И когда нам говорят, да чего вы вот обостряете действительность, которая на самом деле. Ничего не обостряем. Это первые шаги. Уже не первые даже шаги. Если сейчас эвакуация пойдет вот таким вот, что там детей будут не просто выводить из школы в случае каких-то вещей. И собирать, скажем, там где-нибудь на спортивной площадке или еще что-то такое за забором. А еще и будут кого-то увозить. Ребята, а это геноцид. Я другого слова просто не нахожу. К детям и к родителям. Вообще к населению так относиться нельзя. То есть все должно быть в определенных рамках. Ни в коем случае не нужно пугать. Там кто-то там позвонил, что за меня. Какой идиот сейчас будет звонить, что знает, что все равно же найдут. Ну конечно. Кто будет звонить, кто будет пугать. Вот этим вот уже до смешного доходит. Уже не знаю, что придумать что ли. Я не знаю. То есть это все очень серьезно напрягает. Когда речь идет о детях. Когда говорят, что начнут их вакцинировать. Не спрашивая родителей. Когда начнут их эвакуировать. Это да. Это обострение ситуации, я считаю. И без того серьезное. И без того непростой. И когда начинают вот так вот говорить, что это будет в ближайшее время. И начинают уже какие-то делать первые шаги в этом отношении. Это очень серьезно. Что конкретно вы своим детям скажете? Бежать. Куда бежать? В первую очередь домой. В первую очередь звонить. Крыться и убежать домой. Конечно. Если я буду там недалеко от школы. И там ребенок мне позвонит, что эвакуация. Если это какие-то автобусы. Да я прибегу. Ребята, я проткну все колеса на ваших автобусах. Но своего ребенка увезти я никуда не дам. И таких как я, я думаю, будет очень много людей. Потому что что это такое? Это произвол, я считаю. Это кто решил, что с моим ребенком что-то можно вообще делать? Это мой ребенок. И никто не имеет права без моего ведома что-то там над ним производить. Какие-то там, я не знаю, эксперименты проводить. Чего бы они ни касались. Хотите учить, чтобы они могли эвакуироваться из школы? Учите, да говорите им, что это землетрясение, там еще что-то такое. Что это за эвакуация? Конечно. И вы выводите их просто на улицу. Кто вам разрешит их куда-то увозить? Это, я не знаю, на мой взгляд, это беспредел. С которым никто из нормальных людей, конечно, не согласится никогда. Это подготовка к действиям ювенальной юстиции. Это все уже... Отработка. Да, отработка, мероприятия, подготовка. Сейчас вот это поколение, оно уже потом своих детей, когда приведет в школу, скажет, а у нас это тоже было. Но у нас было в таком, нас вывели во двор, а уже наши дети, ну, ситуация обострилась. У нас же все обостряется, все ухудшается. Мы вроде как развитые цивилизацией, да, но у нас причем-то все хуже и хуже становится. Потом хочу отметить такой момент. Сегодня дети, придя в школу, они не знают даже, как зовут их родителей. Не знают? Не знают. Они не знают, где он живет, адрес. Не знают. То есть это то, чему нужно обучать своего ребенка? Обязательно, обязательно. Но этому вообще не уделяется внимания в школе. Не уделяется. То есть, ну, тебя зовут, фамилия твоя, хорошо, маму там, Таня, папу, Саша, да, и все. Но фамилия, имя, отчество, четко ребенок должен знать. Адрес, где он проживает, адрес, адрес ребенок. Даже если он потерялся на улице, он четко должен сформулировать, где он вообще живет. И кто его родитель. Да, мы все детей обеспечили мобильными телефонами. Но сегодня он есть, через 10 минут его нет, и он потерялся. Или отключили. И он потерялся, ребенок потерялся, потому что он не знает. Он не знает четкого адреса. Потом отработка вот этих вот, действительно, это смешно уже. То есть высосаны из пальца вот эти вот ситуации. Можно детям объяснять. Вот есть тревога, да, такая. То есть детям четко вы должны выйти вот сюда, во двор, и остаться. Если там землетрясение. Или кто не успел выйти, должен встать где-то в проемы. Вот это я понимаю учение. А куда-то там детей организованно уводить, ни в коем случае. И да, это законы об эвакуации, это, все это прописано для того, чтобы, конечно, организовано детей потом. Детей необходимо обучать. Обучать, обучать элементарному безопасности и знанию, кто он, что он, где он живет, откуда. И чтобы ребенок четко знал, без родителей он никуда не поедет. Да, он мал, у него нет сил справиться, может быть, с физической силой. Но ребенок должен поднимать шум, кричать как-то. И никуда четко знать, что без родителей он никуда ехать не должен. Даже если у него забрали телефон. То есть даже обучать детей тому, что там дяде сказать, что дядя, мне надо сейчас в туалет. И быстро делать ноги, бежать домой. Ну да, заборами огородили, что быстро не убежишь. Ну, на всякий случай, обучать этому надо. Или так же самое нужно, как вот обучают, например, в японских школах, у них чахты землетрясения. Им говорят, надо встать вот в этом, например, углу, потому что если будут плиты падать, то здесь это не упадет и это сохранится. И вероятность того, что вы выжите, и вас найдут спасатели, однозначно. Потом дальше я знаю, насколько японцы обучают свисток носить. То есть элементарный свисток, обращаясь к родителям, может ребенка спасти в разной ситуации. То есть услышал свисток в городе, это необычно, да? Ребенок зацвистел, его там неизвестные затаскивают машину, начал свистеть, все. Прохожие обратили внимание, сразу же отреагировали. И то не факт, что эти прохожие отреагируют на такие вещи. Ну, в Японии может и отреагировать. В Японии свисток. Вот я рекомендую каждому ребенку севастопольцу купить такой свисток. И чуть что, ребенок засвистел, и все, и уже видно, что свисток это необычно. Далее того, что обучать детей, например, таким простым вещам. Это как, например, не принимать какую-то конфеты, какую-то еду от других людей. Потому что могут, там, на, девочка или мальчик, конфетку у тебя, конфетку, а там кофе-лины. Тут же ребенок засыпает его, садит в машину и его возит. То есть, масса-масса вещей, которым нужно переходить правильно дорогу. Дальше, ребенок один возвращается домой, можно всегда, если ребенок боится, обратиться к какому-то взрослому и сказать, что, там, увидел тетю какую-то доброжелательную, там, лучше покрупнее, потому что крупные люди, они более добрые. Говорит, проводите меня до дома. Я сам находился в такой ситуации, иду от школы, смотри, мальчик плачет, там. Я говорю, что в чем делал? Он говорит, да вот, я боюсь, там, пошли, пацан, все, домой, все нормально. А, он мне дал телефон, и позвонил родителям, сказал, отвел до подъезда, и все. То есть, элементарные какие-то вещи. То есть, обучать есть чего? Обучать есть чего, да. И, может быть, даже рубрику откроем, там, на вас нападает собака, соседа вашего, там, безнамордника, который он снял с поводка, там, обучение. Нет, сначала нужно собаке, собаку не надо бояться, никогда от нее не убегать. Лучше идти на нее, а еще лучше, там, крикнуть, там. Или, вот, например, там, мне приходилось как-то одно время обучать молодежь и рассказывать женщинам, как себя вести, если, там, в темное время подходит какой-то мужчина, женщинам рекомендовал, там, крикнуть, там, «Полкан, ко мне!» И еще, думаю, где-то тут собака, и тут же... Или просто даже в вечернее время женщины, там, на хлебозаводе работали, говорят, купите себе намордник и поводок, и ходите просто с ним. И уже, если мужчина какой-то вас увидит, пытается напасть, он увидит, вы думаете, ну, нафиг, где-то тут собака ходит. И, то есть, это, это жизнь, и нужно уже сегодня проявлять и творчество, и обучать своих детей каким-то правильным вещам, там. И после того, что к вам пришел чиновник, и вам задает какие-то вопросы о родителе, о родителе. Такое тоже уже встречается. Сейчас Макс во всяких разных ходит, там, спрашивает, а кто родитель, там. Ну, вот перепись. Никому, никому, никакой информации о своих родителях не давать, там. А еще лучше, говорит, мой папа генерал ФСБ, он вас завтра найдет, и тогда мы с вами поговорим. Примерно так. Ну, все, спасибо огромное. И генерал ФСБ не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Где-то поднять? Я заполнил на пушку? И все, вот это пушку будет получше. Лучше, быть контролируем. Много больше, чем в Севастополе принято. То есть, у нас уменьшили. Но все дело для севастопольцев, никто ж не спорит.